Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. По данным исследования портала зарплата.ру, порядка 30% опрошенных самарцев проводят отпуск дома или на даче в деревне. Отдых на воде в разгар лета – одно из любимейших развлечений горожан. Неслучайно 4 километра волжских песчаных пляжей как магнитом притягивают отдыхающих. Немногие города, стоящие на Великой реке, могут похвастаться многочисленными зонами для летнего отдыха. Что уже говорить о безопасных и оборудованных территориях релакса. Приятные исключения – пляжи Самары. На Волге их много, они стараются выделиться. На фоне конкурентов предлагают массу развлечений. Разберемся, где можно купаться в нашем красивом городе. Я представляю гостей в студии. Нинашев Виктор Евгеньевич, заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самары. Евгений Вениаминович Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самары. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Спасибо, да, что нашли время прийти поговорить к нам в студию. Так вот, Самарские пляжи открыты для населения уже не первый месяц. Есть пляжи официальные, есть пляжи неофициальные. Скажите, пожалуйста, где купаться можно и самое главное, где купаться безопасно? Ну, скажем так, что неофициальных пляжей быть в принципе не может. Требования по размещению, возможности размещения пляжей, территории отдыха граждан на воде, они достаточно жесткие. Чтует ограничение как по наличию поблизости систем водозабора, водосброса, удаленность, наличие поблизости лодочных станций, причальных сооружений, гидротехнических сооружений. Так и есть требования по профилю дна. То есть все эти требования достаточно жесткие и даже при наличии достаточно большой береговой полосы, что у нас есть в Самаре, то есть требованием для возможности обустройства пляжей территорий не так много. В основном это у нас часть, это Волжский пляж на территории города. И в рамках возможности и условия обеспечения работы пляжей практически уже который год администрация города ежегодно оборудует девять пляжей. Ну, в текущем году у нас работает восемь, так как на Мостряковских озерах в связи с пандемией мероприятия не проводятся, там пляж не организован. Назовите их, не лишним будет назвать их и перечислить. Ну, первая пляжная территория считается от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской, это почти километр 300 метров. Вторая территория, это улица от Маяковской до территории Кенапа, там чуть больше километра. Это пляж на спуске Осифенко от Ладья, там почти 400 метров. Территория пляжа на Загородном парке, в районе спуска по Советской Армии, на Барбошиной поляне, в районе санатория Можайский и пляж Красноглинского района. Хорошо. Были ли в этом году какие-то особые нюансы при подготовке пляжей? Вообще-то были. Да, пожалуйста, поделитесь. В текущем году достаточно долго стоял высокий уровень воды в Саратовском водохранилище. Обычно на майские праздники максимальный сброс ГЭС идет, и вода спадает, и мы к начале июля начинаем работать. В текущем году до отметки 29 метров вода упала только 20 июня. В текущем мы все были на готове, баржи с песком загружены. Соответственно, с 20-го числа начался завоз песка, его планировка, расстановка оборудования. В принципе, за две недели мы практически все пляжи привели в соответствие. Вы справились? Практически мы работали по лекалу, по принципу прошлых лет. Но хочу сказать, что несмотря на то, что официально пляжи открылись у нас только с 10 июля, в связи, как вот сказал Виктор Евгеньевич, в связи с большой водой и невозможностью оборудовать их в полном объеме. Тем не менее, спасательные посты были выставлены, и работа спасателей была организована с 15 июня. И работали спасательные посты с 9 утра до 21 часа. Это было сделано для того, чтобы все-таки обезопасить наших жителей, граждан, жителей нашего прекрасного города. Потому что люди все равно шли, отдыхали, стояла жаркая погода. И мы обеспечили работу спасателей. Это, в принципе, позволило нам не допустить, вот даже в тот период, когда еще не были оборудованы до конца пляжи, все-таки удалось не допустить гибели людей именно на пляже. И, кроме этого, хочу сказать, что в условиях пандемии мы тоже какие-то определенные шаги делаем для того, чтобы в этот период обеспечить безопасность граждан. Каждый час спасатели при обходе, при патрулировании береговой полосы напоминают гражданам о соблюдении социальных дистанцирований. И одновременно напоминают о правилах поведения на воде. На пляже. Спасибо большое. Сейчас ненадолго прервемся. И предлагаю посмотреть видеосюжет. Напомнить вам, уважаемый телезритель, что было сделано для подготовки пляжей в нашем замечательном городе Самара. Давайте посмотрим сюжет. Вот так легким движением железные руки на первой очереди Самарской набережной распределяют песок. Его привезли на борже с противоположной стороны Волги. Свыше 17 тысяч тонн понадобится, чтобы приготовить все четыре очереди набережной к пляжному сезону. Работы начались сразу после того, как отметка воды в реке опустилась до 29 метров. С 15 июня, несмотря на ограничительные режимы, в Самаре открылись 14 спасательных постов. В планах установить лавочки, раздевалки и пляжные зонтики. В этом году появятся новые диваны-качели, мягкие скамейки с навесами и турники. Кроме того, в течение трех последующих лет обновят 30% уже имеющегося пляжного оборудования. Обустроить пляжи планируют к середине июля. Во многом это зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Прежде чем пляжи откроют, их обследуют водолазы. Они достанут из реки мусор, а также убедятся в отсутствии воронок, чтобы определить места для купания. Эта работа будет вестись и после того, как откроется сезон. Самарцы, говорят, с нетерпением ждут возможности понежиться на теплом волжском солнце. Конечно ждем. Мы уже на посту. В прошлый выходной спрошу, когда же нам расселанки поставят, когда там лавочки поставят. Вот песок завезем. Ну все, дождались. Это отличная прям. Да еще такая красота, когда песок и пляж готовят к пляжному сезону. Это же отлично. Это все лето, оно пришло настоящее. И маска уже как бы так она есть, но ощущается. Но все равно все будет здорово, все хорошо. К санитарному содержанию пляжей уделяется повышенное внимание. Для сбора мусора установят 48 контейнеров и два бункера накопителя. Вывоз отходов предусмотрен в ежедневном режиме. Уборка территории пляжа будет вестись дважды в день. Регулярно организуются пробы воды. Сейчас купание запрещено. Размещены черные шары и соответствующие информационные аншлаги. Пляжи будут открыты после завершения всех подготовительных мероприятий, получения разрешений, а главное – снятия ограничительных мер. Итак, мы сейчас посмотрели сюжет. Когда только начиналась вести подготовка пляжей, где-то это было больше месяца назад, так вот все то, что запланировано было тогда, воплотилось в жизнь? Да, все воплотилось. Пляжи открыты для использования, они работают. Скажите, пожалуйста, с какой периодичностью берутся пробы воды и отвечает ли сейчас вода в реке Волга всем санитарным нормам? Значит, пробы воды берутся еженедельно. По результатам экспертизы, соответственно, информация доводится. В настоящее время последние пробы, которые проводились, дали несоответствие с санитарным нормам, но это больше связано с тем, что были осадки. В виде дождя? Да, в виде дождя, когда интенсивные осадки проходят с территории береговой зоны, прибрежных территорий. Но это как-то может повлиять на здоровье человека? Вообще, да, Роспотребнадзор не рекомендует в данных условиях купаться. Соответственно, на всех спасательных постах вывешиваются черные шары, предупреждает, что купаться не рекомендуется. То есть до тех пор, пока экспертиза не пройдет и положительный результат не даст разрешение, шары будут висеть. Сейчас какая ситуация? Сейчас пока на первой очереди набережной, второй очереди набережной, ну, именно в границах набережных купаться не рекомендуется. Не рекомендуется. Скажите мне, пожалуйста, Евгений Вениаминович, что категорически делать нельзя на городских пляжах? Ну, наверное, я начну с того грустной статистики. Значит, на сегодняшний день с начала года утонуло 13 человек, а, к сожалению, из них три ребенка. С начала купального сезона, то есть даже не с начала купального сезона, а с начала работы спасательных постов утонуло 11 человек, из них, значит, прошу прощения, на городских пляжах утонуло один человек, и вне территории городских пляжей 7 человек, из них один ребенок. Значит, сама статистика говорит о том, что купаться надо в оборудованных местах. Конечно, несчастный случай может случиться и на пляже, но, во-первых, если дно неизвестно, если непонятно воронки, наличие каких-то коряк, камней, это может стать причиной гибели человека. И поэтому главная рекомендация – это купаться только в оборудованных местах, там, где имеются спасатели. Даже находясь на оборудованном месте купания, каждый человек должен заботиться о своей безопасности и думать о тех мерах, которые необходимо выполнять, чтобы не случилась трагедия. Во-первых, это категорически запрещено купаться в нетрезвом состоянии, употреблять спиртные напитки. – Патрулирование какое-то на саморских пляжах происходит? – Значит, этим вопросом в том числе занимаются спасатели. Они, если где-то замечают наличие какой-то шумной кампании, где употребление спиртных напитков, где когда граждане ведут себя… – Вызывают соответствующие службы. – Вызывают соответствующие службы органы внутренних дел. – Полиция реагирует на такие вызовы и принимает меры к таким гражданам. Потому что как сам человек может погибнуть, так и он нарушает какое-то благополучие рядом отдыхающих граждан. – Хотелось бы еще что сказать, что в связи с резким перепадом температур между наружным воздухом и температурой воды, необходимо, конечно, разгоряченным… Нельзя заходить в разгоряченную воду. Необходимо немного остынуть. Даже вот есть такие рекомендации, что купаться надо идти тогда, когда ты замерз в воде. И потом уже заходить. Ну и, соответственно, большое… Я вот сейчас хочу обратиться к родителям. – Да, пожалуйста. – Берегите своих детей, следите за детьми. Иногда можно расслабиться, ослабить контроль. Дети могут заиграться и может произойти несчастье. – Да, река – это не место для расслабления, особенно взрослого населения, которые пришли отдохнуть с детьми. Хочу предоставить вам заключительное слово. Вот чтобы вы, какие рекомендации можете озвучить самарцам при посещении городских пляжей. Коротко, и мы продолжим. – Ну, основная рекомендация все-таки относиться к имуществу пляжей бережно. Все-таки, да, мы ведем работу по замене, обновлению, улучшению его качества. – Вы имеете в виду оборудование, да? – То есть, он будет удобство, оборудование пляжа. Но имеют место факты перестановки оборудования, потому что оборудование все расстановлено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, с учетом его ограничения по коронавирусной инфекции. То есть, это тоже определенные требования. И зачастую большие компании предпочитают собрать лавки вместе, сидеть. То есть, это сделать не рекомендуется. Ну и физическое повреждение этого оборудования. – То есть, бережно относиться все-таки нужно к имуществу, которое вам же и послужит на следующий год. – Обеспечиваем, да, удобство посещения и пользования пляжа. – Угу. Спасибо большое. А мы сейчас еще посмотрим один сюжет и продолжим нашу программу. Восемь из десяти детских травм на пляже происходят не в воде, как принято считать, а на берегу. Многие дети боятся подходить к реке, зато активно участвуют в спортивных играх на берегу. Играют в волейбол и футбол и, как итог, ломают руки и ноги. Детей от 15 лет и старше тянет на другие приключения. Некоторые хотят выполнить акробатический номер в воде, что тоже нередко заканчивается травмированием. Если взять, допустим, поляну Фрунзе, пляж на поляне Фрунзе, это восьмой пост, там есть пристань лодочный, да, такой понтон, и оттуда люди прыгают. Пытаются проплыть под понтоном, на спор, да, часто в состоянии алкогольного опьянения. И зачастую это заканчивается всплытием туда, куда всплывать не надо. Они бьются головой о металлические конструкции, соответственно, кто-то теряет сознание, кто-то просто находится в таком состоянии аффекта, и им часто нужна помощь. Чаще всего травмирование и несчастные случаи происходят на неорганизованных, диких пляжах, в том числе и на правой стороне Волги. Дно там не обследовано, ныряльщики цепляются за коряги и водоросли, и тонут. Таким образом, за это лето в Самаре погибли трое несовершеннолетних. Еще несколько детей получили травмы. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они проводили беседы с детьми, объясняли правила поведения, как на водоемах, в общественных местах, на улицах. Внимательно следили за детьми, за их поведением. В частности, чтобы любые изменения подростка привлекали внимание родителей для выработки каких-то дальнейших действий по предупреждению каких-либо несчастных случаев. Сохранять бдительность родителям нужно и дома. В летний период дети часто выпадают из окон. В зоне риска малыши до пяти лет, которые залезают на подоконник и опираются на москитную сетку. Медики советуют не ставить мебель, по которой может взобраться ребенок рядом с окнами. С начала теплого сезона из окон в Самарской области выпали шестеро детей. И мы продолжаем нашу программу. Я представляю гостю в студии Ирины Николаевны Гриньевны. Заместитель и руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Добрый день. Ну что же, скажите, пожалуйста, есть ли у нас в Самаре пляжи для маломобильных групп населения? И вот если все-таки говорить об этом понятии, что оно в себя включает? Кто это люди маломобильные? Ну, наверное, тогда начнем с понятия. Маломобильные группы населения – это у нас не только люди с ограниченными возможностями здоровья. Это еще наши пожилые граждане, которые в силу возраста просто становятся ограничены в передвижении. Также мамочки, ну или папочки с малолетними детьми на коляске. Это тоже маломобильная группа населения у нас. Хорошо. Вот для этой категории оборудованы у нас какие-то специальные приспособления или, может быть, какое-то действительно важное и нужное оборудование, без которого им просто невозможно будет подойти к воде и отдохнуть? Да, конечно же, в Самаре у нас есть зоны доступного пляжа. И я думаю, что мы можем этим гордиться и с уверенностью сказать, что это уникальный проект, доступный пляж для Поволжья. Впервые зона доступного пляжа у нас была открыта на Некрасовском спуске в 2016 году. То есть это пятый год уже наш пляж функционирует. Учитывая, что это действительно уникальный проект, был продуман он до мелочей. Ну, во-первых, была предусмотрена парковка для автомобилей на Некрасовском спуске, да, вывешен баннер, установлены информационные стенды, знаки, предусмотрены мнемосхемы для слабовидящих, которые тоже могут сориентироваться в пространстве с помощью этих схем. Дальше стационарный пандус был оборудован поручнями для удобства спуска на колясках. На песке были смонтированы деревянные такие настилы, тоже специальные для удобства перемещения на колясках, чтобы коляски не вязли в песке. Дальше у нас было закуплено специализированное оборудование. Это шезлонги, матрасы специальные, да, ортопедические, и, конечно же, уникальная коляска, которую мы также привезли для купания, и, конечно же, спасательные жилеты, без которых мы не выпускаем наших людей с ограниченными возможностями в воду. Ирина Николаевна, вы почему-то говорите все это в прошедшее время. Были, были, были. Это есть сейчас? Да, мне бы, знаете, как сначала хотелось рассказать вообще, что из себя представляет доступный пляж. Установлены, значит, переодевалки у нас, да, и биотуалеты. Опять же, приспособленные для людей с ограниченными возможностями, то есть там специально расширенные были проемы сделаны. Настил доходит прямо вплоть до воды. Около воды организована работа площадки. Также там есть у нас металлический пандус с поручнями. И люди на коляске, вот на этой специальной купальной, могут безопасно спуститься в воду. На линии воды у нас сделаны буйки, то есть которые ограничивают у нас высоту, глубину, извиняюсь, метр двадцать. Вот. И, соответственно, конечно же, работают на наших пляжах волонтеры. Почему я говорю, что было-было? Потому что мне хотелось бы подчеркнуть, что по итогам работы вот первого сезона у нас было получено огромное количество положительных отзывов, да, от людей с ограниченными возможностями, а также от семей с детьми. И у нас в шестнадцатом году были участники, участники всероссийского автопробега на нашем пляже, которые дали высокую оценку и сказали, что это уникальный пляж. Также наш пляж посетила программа «Ревизоры». Абсолютно неожиданно приехав, да, протестировали все наши там площадки, которые были оборудованы для доступной среды и вообще проехали пляж в Самаре. Сказали, что действительно это лучший пляж на реке в Российской Федерации. Ну и так приятно. Поэтому вот. Да, высокая оценка коллег, конечно, здорово. Ну и учитывая, конечно же, востребованность данной услуги, в преддвериях Чемпионата мира по футболу в восемнадцатом году у нас была открыта вторая площадка на полевом спуске. Абсолютно аналогично оборудованная. Отличие лишь в том, что там нет возможности технической обустройства пандуса. Но мы эту проблему решили и приобрели ступенька-ход. И поэтому при необходимости успешно работает ступенька-ход на полевом спуске. Вот об этом оборудовании поговорим отдельно, а сейчас предлагаю прерваться и посмотреть как раз сюжет на эту тему, о чем вы говорили. Давайте посмотрим все вместе. Валерий Косников Валерий Косников – студент Металлургического колледжа. Совсем недавно смотрел со стороны, как волонтеры помогают людям. А сегодня сам один из добровольцев. Молодой человек работает на доступном пляже, где отдыхают люди с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть специальное оборудование, есть лежаки специальные. То есть это все для них. Мы как бы им помогаем заехать сюда, помогаем потом подняться обратно. До появления доступного пляжа Василий Петин не мог себе позволить отдыхать на берегу. Теперь же спускается к реке каждый день. Как водичка? Хорошая. Бодрит. Вот видите настил. Тут в принципе ничего сложного нет. Вот настил, да, по песку, потому что коляска не едет. Вот. И спуск до воды прям сделан. Очень удобно. Летом это вообще незаменимая вещь для инвалидов. Изначально доступные пляжи планировались для морского побережья. А вот их появление на речных берегах – это скорее исключение из правил. Города, которые могут похвастаться наличием доступных пляжей, можно пересчитать по пальцам. Периодически оборудование приходится перемонтировать, устанавливать ближе к Волге или чуть дальше, в зависимости от уровня воды в реке. На страже комфорта стоят и волонтеры, и техническая служба. По факту вот у нас на площадку может человек выйти, здесь оставить коляску, допустим, если человек может передвигаться на руках, и по пандусу спуститься до отреза воды и ополоснуться. И эти перила очень удобны для слабовидящих граждан им удобно. Зафиксировались вот перилка, значит дальше у нас вода. Во многом по запросам слабовидящих была сделана вот эта входная площадка широкая для того, чтобы можно было отдохнуть непосредственно перед отрезом воды. Площадка для отдыха появилась на доступном пляже уже на второй год его существования. Регулярно здесь тестируют дорожку съезд к воде. Какой она будет, прямой или извилистой, зависит от рельефа и уровня воды в Волге. Прежде чем открыть пляж, дорожку тестируют сами отдыхающие, и с учетом их мнения работа принимается окончательно. В этом году число желающих отдохнуть на самарских пляжах выросло в разы. Границы с другими государствами пока закрыты, и многие самарцы поменяли планы на отпуск. Убирать территорию стали чаще. В связи с установившейся жаркой погодой, значительно возросла посещаемость пляжей жителями, гостями нашего города. В настоящее время службами, которые занимаются содержанием пляжа, скорректирована работа с учетом увеличения количества отдыхающих. Наводят порядок три раза в день, традиционно утром с пяти до девяти часов перед открытием пляжа и вечером после 18.00, а также избавляются от мусора в течение дня. В этом году здесь появились новые урны, лавочки с навесом, буи, оборудование на спортивных и детских площадках. Пляж мне очень нравится. Нравятся даже вот эти вот кабинки для переодевания, лавочки, вот близко к воде, которая тоже поставлена, и чуть подальше. И нравится особенно вот что-то мне настил прям до воды. Так идешь, и ножки чистые, а потом раз, и сразу прямо можно в Волгу. Очень хорошо. И вот эти вот сиденья, ну все, от души все нравится. Мы здесь очень любим отдыхать, каждый день приходим, загораем. Городские пляжи работают с 10 утра до 9 часов вечера. Да, ну потрясающе, конечно, все оборудовано. Ирина Николаевна, вы были лично, я знаю, было торжественное открытие. Вот какую вы оценку дали? Ну, я тоже считаю, понимаете, что это действительно уникальная возможность абсолютно комфортного отдыха, максимально приспособленного отдыха для наших маломобильных граждан. То есть мы вот продумали, я же говорю, все до мелочей постарались продумать. Да, мы с вами начали говорить об оборудовании, называемом ступенька-ход. Что это за приспособление и для чего оно нужно? Это приспособление как раз предусматривает возможность спуска инвалида на коляске, минуя пандус. То есть это гусеничное такое, на гусеничном ходу оборудование, на которое фиксируется коляска. И с помощью волонтера нашего, ну или, допустим, сопровождающего, который приходит с отдыхающим, можно будет спуститься по лестнице и беспрепятственно искупаться в волне. То есть вы хотите сказать, что для маломобильных граждан, людей с ограниченными возможностями, предусмотрено на доступном пляже абсолютно все до мелочей, не может не возникнуть никаких трудностей? Либо есть еще к чему стремиться, Ирина Николаевна? Нет, ну конечно, нет предела совершенства. И, конечно же, мы стремимся и улучшаем. Все пожелания, которые к нам поступают, мы тут же... А они есть? Мы тут же учитываем, допустим. Но если вот, допустим, первый год мы не предусмотрели небольшое количество, у нас там было крючочков в переодевалках, нам сделали как бы небольшое замечание, мы это учли и поставили туда не просто крючочки и вешалки, но еще поставили туда и лавочки для удобства тоже переодевания. То есть все замечания нами учитываются в обязательном порядке, конечно же. А куда можно обратиться с этими замечаниями? Может быть, есть какие-то специальные ящики для корреспонденции? Либо можно напрямую позвонить вам? Ну, во-первых, у нас установлены информационные стенды, на которых есть контактные телефоны. Всегда можно позвонить, высказать все свои пожелания, замечания, если есть таковые. И мы, соответственно, будем принимать меры. Могу озвучить телефон, по которому каждый может позвонить? Это 332-3604. Специалист, который отвечает у нас за работу, доступную в пляже, ответит на все возникающие вопросы. В период коронавирусной инфекции волонтеры, конечно, во всех сферах оказывали помощь. Я думаю, что ваши службы не исключение. Вот мы сейчас даже в сюжете видели, как они работают на доступных пляжах. Может быть, какие-то еще общественные организации работают с вами и оказывают поддержку как раз людям с ограниченными возможностями? Ну, здесь хотелось бы особо отметить, что администрация городского округа Самары реализует данный проект совместно с общественной организацией инвалидов «Парус надежды». И, конечно же, при участии наших любимых волонтеров, без которых мы сегодня никуда. Волонтеры у нас проходят предварительное обучение. Значит, обязательно мы их настраиваем, и с ними работают и психологи, да, и также специалисты, которых обучают работе с людьми с двигательными нарушениями. Также они проходят обучение по работе со специализированным оборудованием, которое у нас есть на пляже. И, конечно же, основы оказания первой до врачебной помощи, они тоже так же проходят. То есть мы посмотрели также в сюжете, что волонтеры дежурят на пляже, и к ним можно обратиться? С какими вопросами, Ирина Николаевна? Вы знаете, к ним нужно обращаться. Они дежурят у нас с 10 до 20.00 ежедневно, работают волонтеры в две смены, ждут с удовольствием всех желающих, ответят на все вопросы и помогут. Пожалуйста, они могут помочь спуститься, они могут помочь вызвать такси, если, допустим, это нужно, да, на обратный путь. Ну, то есть на любой вопрос и любую помощь оказывают наши волонтеры. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли и ведется ли статистика, сколько маломобильных граждан, людей с ограниченными возможностями, инвалидов, колясочников посещают? Вот даже, к примеру, такой замечательный доступный пляж. Ну, учитывая, что в этом году у нас такая эпидобстановка сложилась, и были несколько там у нас ограничений выставлены, доступный пляж начал работать у нас с 10 июля. И вот за это время у нас наш пляж посетили уже около тысячи человек. Вот, но это я говорю сейчас про маломобильных граждан. Мы с вами сказали, да, кто это. Да, хотя людям можно приходить туда и так же пользоваться. Пожалуйста, да, доступ, конечно, свободный абсолютно. А за пять лет работы, вот, получается, с пятого года работает уже пляж, более 10 тысяч человек посетили наши вот эти зоны пляжные. Я не могу не задать вопрос о пробах воды, которые также берутся на этом пляже, да, и, соответственно, если не соответствуют эпиднормам, то вывешиваются какие-то информационные таблички. Да, в обязательном порядке, и, конечно же, если вдруг там нормы воды у нас отступают, мы не открываем эти площадки, ну, учитывая, что сейчас у нас, в общем-то, все работает, поэтому именно на этих спусках абсолютно хорошие нормы. Ну что же, спасибо вам большое, но все-таки хочу предоставить вам заключительное слово для обращения к нашим жителям вот по нашей теме программы. Пожалуйста, что бы хотели пожелать? Я бы хотела пожелать, наверное, более широко использовать возможности нашего прекрасного пляжа. Ну, с удивлением иногда узнаю, что не все жители городского округа Самара знают о том, что у нас существует доступный пляж для маломобильных граждан, поэтому всех приглашаю отдыхать на наших пляжах замечательных. Спасибо большое, ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Лето у нас в самом разгаре. Отдыхайте, и отдыхайте, конечно, с удовольствием и безопасно. Всего хорошего. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!